Друзья, всех раз приветствовать на канале КЗРН 1Т37. Начинаем обзор боя, который был сыгран на Малиновке. В столь редкой карте в нынешнем рандоме. Техника у нас Шеридан. Стандартный бой. Играем мы против Мантикоры. Против Мантикоры. На Мантикоре там... Сейчас очень много стримеров играет на Мантикоре, да? Поэтому посмотрим, посмотрим, куда мы все-таки поедем. Стандартный куст или право-право? Вот в чем вопрос. Едем в стандартный куст. Поначалу. Но в этом стандартном кусту можно моментально сразу же улететь. Первичный отсвет дали. Мантикору засветили. Мантикору могут отправлять в ангар. Так, и надо перекатывать. Прога по нам уже работает. Надо, чтобы Мантикору вынесли. Все, Мантикору вынесли. Руки у нас теперь развязаны. И нам нужно сделать что? Аккуратно насветить. И не ошибаться, главное. Главное не ошибаться. Тем более, блайнды хорошие летят. Аккуратно надо отыграть. Все получится. И все получится. Пока тухло играем. Пока тухло играем. Прога нас контролит. Прога нас контролит. А свет не наш. Свет-то не наш. Бабаха еще нас прощает. Вот это бой именно реальное везение. Все, вот на этом. На этом выстреле мы должны были быть уже в ангаре, пацаны. Поэтому учитесь, что в Д в кусту не надо играть постоянно. Максимум вышли. Аккуратненько засветили. И все, и уехали. Тем более, у нас было время для того, чтобы перетянуться на полочку в Д5. В Д5, в Д6 на полочку аккуратненько. И все. Было время. Могли, но не перетянулись. А теперь эта полочка занята. Тем более, по низу можно спалиться где. Кто играет на грядочке, неизвестно. Хорошо работает. Хорошо. Надо везти, везти, везти. Сейчас отсветится он. Сейчас он уже отсветится. Прога засветилась. Ошиблась. По проге могут работать. Но не работает. Отработали прекрасно. Отработали очень хорошо. Так, и теперь дальше, как это будет разыграно. Двигаться по низу. Есть. Есть. Сюда. Сюда. Так. Ну, в идеале можно было бы спокойненько проехать на грядочку, попытаться, да? И с грядочкой уже засветить все. Но у нас гора не занята. Поэтому туда сейчас будет ехать ошибочка. Надо аккуратненько насвечивать здесь, а. Хорошо. Два шесть восемь. Глупо. Сыграл. Опять занимаем Д-вкус, но ничего уже не получается. А дальше перекатывать мы не можем, потому что там играет стервы. И скорее всего она играет на рогах и может нас пересветить, да? И что делать пока неизвестно. Бабаха засветилась. Отлично. По бабайке могут скинуться. Скидываются. Отлично. Все. Бабаха в ангаре. Хорошая играет. Хорошая лотокрыш. Не светилась еще бабаха и не светился гриль. И где они играют? Вот в чем вопрос. И где они играют? Принимаем решение прокатить еще немножечко. Чтобы засветить ближе. Близкие камни, да? Тут нельзя ошибиться. Одна ошибка и в своем авангаре. Тут надо играть аккуратненько. Прям аккуратненько, аккуратненько отыгрывать. И это причем даже не елочка. Елочка хотя бы маленькая, компактная. А это же не елочка. Все. 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 А, еще засветился концептик, да? И по концептику работают с горки, как мы слышим. Концептик уезжает. И тишина. И тишина. Наступает тишина. Но сейчас будет свет. Сейчас будет свет. Главное аккуратненько здесь играть. Да, на елочке намного проще играть. На маленькая, может, и дюрка. Так может прятаться в каждом кустике. А на этом... Да не так уж и просто играть. Есть бабаха. Есть хори. Замечательно. Хори с доли. По бабахе могут работать. Могут, но не работают почему-то. Есть. Нормально. Хорошо, но можно лучше. Хорошо, но можно лучше. И сейчас играть в гору. Скорее всего, наши перепушивают, да? А вот здесь ошибочка. Здесь целая ошибочка. Потому что сзади на полке мог стоять тип, которым нас могут засветить. Даже бабаха она смогла, по идее, засветить. Там стерва по полю катит, пацаны. Ну, ё-моё. Всё, стерва уже не катит. Нормально. По стерве хороший фокус. Теперь бабаха будет практически в перманентном. А нет. А нет. Одна будет в перманентном. А вторую надо засвечивать. А вторую-то надо засвечивать. ОГП пока что всё хорошо. Но где гриль играет? Где играет гриль? Где играет гриль? Надо как-то аккуратненько поехать засветить. ФВшку. И... Так. Вот бабаха засветилась. Сейчас сушка переедет, да? Сушка должна переезжать. Сушка... Молодец. Красавчик. Получится, что сушка играет с карниза, а мы будем просто ехать и светить. Вот бабаха есть. Сушка может работать. Да, наша гора перепушила. Хорошо. Залетела бабахи. Хорошо. Она не знает, что она в перманентном. Фочек засветился. Нам нужно его светить. А свет-то не наш. Обидно. 95-й забрал пробу с горы. Вот здесь надо аккуратненько в кустик залезть. Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Где ФВ играть? Вот они, вот они. А вот и они. А вот и они. А мы еще засветили на того чай быстрее. На педальку, на педальку, на педальку, на педальку, на педальку. Сюда, сюда, лут. Сюда. Отлично. Сюда. Все. А теперь информация ясна. Где играет бабаха и где играет ФОЧ-155-й. Есть. Вот и ФОЧ. Так. А по ФОЧ-у никто не может работать, да. Потому что ФОЧ-у внести не. Сейчас наш ФОЧ-155-й подкатывается аккуратненько. Нам нужно пойти ФОЧ-а, чтобы наш нормально подкатил. И смог хорошо отработать. Концептик. Концептик просто летит. Ай, какая умничка. Какая умничка на концептике. Да, да. Давай, 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 давай. Сейчас не останется. Давай. Сюда. 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 Неплохой бой. В целом неплохой бой. Дай на свет. Карт очень хороший, да, по идее. Многие ждут эту карту. Как я в начале стрима, в начале видео сказал. О том, что эти карты Прохоровка и карта Малиновка, они довольно-таки редкие сейчас в нынешнем рандоме. Перейдем мы аккуратненько с вами к результатам этого противостояния. И результат у нас были таковы. Получаем мастера за красивую игру. Цель указателя дозорного. 15578 на света. И 334 на стрела и 1 фраг. 8 танков обнаружили. По опыту насыпали прям низ планочки. Это прям начало планочки, грубо говоря. Чуть-чуть преодолели его и получили мастера. Но зато в Афельтрагента пятерочку с концептиком настреляли. 5 и 4 довольно-таки очень хорошо по нашему свету не отработали. Так, 3 выстрела, 1 попадание, 1 всего лишь пробития. 77, 1561 успели нафармить. По свободочке всего лишь 186. И бой отбился у нас каких-то дней. Что можно сказать о этом бое? Прикольненький был, да? Безошибочный. Не поехал все-таки право-право. Потому что гору мы отдали, а потом ее отбили обратно. То, что внизу катался. Спорное решение. Что касается застаивания в кусту. ВД в кусту. Это была ошибка. Бабах его просто простила. Как вы сами увидели, да? Если бы Бабаха не простила бы его, то и разбора боя такого, собственно говоря, не было. Бой зашел. Скажем так. Ваше мнение по этому бое пишите обязательно в комментариях. Хотелось бы их прочитать. Что вы скажете касаемо этого боея. На этом все. На этом все. Заглядывайте на стримы. Спасибо большое за поддержку и за ваше внимание, которое вы оказываете. Напоминаю, что стримы проводятся ежедневно с 19 по Москве. Площадки ВК Плей, Трово, Пич, Ютуб. Поэтому заглядывайте. Буду всем. Всем рад. Всем пока-пока. До скорых встреч. До встречи.